Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня я хочу вас пригласить в удивительное место, которое называется Этли Кюнефе и познакомить вас с хозяином этого ресторана. Но я вас познакомлю не только с хозяином ресторана и этим кафе, но сегодня мы будем готовить традиционное турецкое кюнефе и пробовать. Поэтому приглашаю вас вместе со мной. Я никогда не готовила кюнефе раньше, ну а сегодня вместе с вами мы совершим это удивительное путешествие в мир вкусной турецкой кухни и турецких десертов. Здравствуйте! Как дела? Спасибо! Как дела? Спасибо! Мы приехали к кюнефе и япы, япы, янедрис. Друзья, познакомьтесь, это Харун Бэй, владелец этого ресторана и сегодня с ним мы будем готовить кюнефе. И что самое интересное, каждый из вас может выиграть кюнефе для двоих поход в этот замечательный ресторан. Больше об этом ресторане вы увидите чуть позже. Что нужно делать? Что нужно делать? Конечно же, посмотреть это видео, поделиться этим видео в любой из социальных сетей, подписаться на страницу Этли Кюнефе в Фейсбуке, Инстаграм или Фейсбук, ссылка будет в описании. Ну и, конечно же, под этим видео оставить комментарий «Хочу кюнефе». Сейчас Харун Бэй дает мне форму профессионального повара. Вот вы видите, форма выглядит таким образом. И сейчас я ее надену, и мы начнем готовить кюнефе. У нас убежал. Надеваем фартук. Ну что, друзья, как я вам в униформе? Мне кажется, я еще не видела, но напишите в комментариях, идет мне униформа или нет. Ну а теперь мы готовы готовить вкуснейшие кюнефе. Вот наша кухня. И сейчас мы пройдем готовить кюнефе. Обязательно нужно надевать перчатки, потому что здесь все гигиенично. И для того, чтобы в еду не попадали какие-то неприятные моменты, обязательно нужно надевать перчатки. В общем, мы в шапке, в форме, в перчатках. Азерисовис? Азерисовис. Вот, когда мы перчатки разложим. Вот, тогда, кюніфе кюнефе значит, чтобы мы готовы. Więc, да. Вот, это как? Это, как оригинал перчатки. Здесь, это оригинал перчатки. Что то есть? Покומ� �? Да, конечно. Конечно, там potrzeb и есть карм�를 безjalнули. Вы можете просто кюнефе для нас. для обычного кунифе для самого простого нужна вот такая вот видите тарелка вот эту вот тарелку используют только для готовки кунифе смазывают маслом натуральным сливочным маслом с пекмезом и для приготовления обычного кунифе нужно тесто и сыр если вы хотите какие-то добавки орехи и так далее то это также можно сделать но сейчас мы будем готовить самый простой для приготовления кунифе с обе на кунифе с кунифе с тарелкой, вкусно, вкусно вот сюда мы добавим кунифе, и еще немного кунифе, и еще немного кунифе, еще одно место кунифе Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова не получится не получится в нем здесь это стеклянно как это стеклянно это стеклянно это стеклянно из-за или не может быть у нас смешно с кем-то Су, туз, шокер? Туз, су, вар. Используемся в полном виде. Это как пенир? Это, оригинальный кунеф. дель пейнер то есть для приготовления кунифе используют особое тесто особое тесто и покажу вам как она выглядит вот такой вот она совсем тоненькая и особый сыр и вот этот сыр используют тоже только для приготовления кунифе видите сейчас надо очень вкусно вкусно очень пахнет и посыпаем и посыпаем посыпаем много-много сыра конечно у меня получается не так аккуратно как у харун мы будем делать это очень вкусно как мы делаем еще чуть-чуть сыра и аккуратно со стороны все это в середину Политик Добавляем Идем Еще чуть Ориженальный Пистоты Он Добавляем Мыzhям Мы пишем Из-за Орижен Kore Затем Если вы любите кюнефе и хотите попробовать с разными орехами, можно, например, с фисташками, миндаль, грецкий орех, хундук, миндаль, различные орехи можно поверх кюнефе. У меня не получается так, конечно, аккуратно, я уже говорила. В большом случае. В большом случае. Я говорю, что моё кюнефе будет очень дорогим. Я сделала очень много сыра и очень много фисташек, но попробуем, что у нас получится. Теперь все в центре. Сначала я сделала кюнефе. Харон-бэй говорит, что в прошлой жизни я была поваром и делала кюнефе. Посмотрите, как красиво получается. Чувак из-за лет. Ну, профессионал, что можно сказать. Теперь я попробую. Теперь я попробую сверху. Так же. Ну, вроде у меня получается. Как вы думаете, получается у меня или нет? А, домиклязом, да или нет? А, и нужно крутить, видите? Посыпать вот таким вот образом. Посыпать и крутить. И теперь с краёв всё это нужно к середине утрамбовать, чтобы всё это выглядело, чтобы кюнефе выглядело аккуратно и вкусно. Ага. Ага. Теперь наши кюнефе готовы в сыром виде. Смотрите, друзья, вот это вот особая плитка, которую сделали специально для готовки кюнефе. Какие кюнефе готовы? Какой кюнефе готов? Сначала кюнефе готовится 4-5 минут. Потом мы его перевернем и еще минут 6. Ну, в общей сложности кюнефе готовится всего 12 минут. Большое важное, что кунифы на высокой температуре готовят кунифы, потому что если вы будете готовить на большом огне, то внизу оно подгорит и внутри останется сырым, поэтому очень важно соблюдать температуру и вовремя перевернуть кунифу. Возвращение кунифы на высокой температуре готовят кунифы, чтобы оно не подгорело, постоянно перевернувают кунифы. Так, держим. Возвращение кунифы на высокой температуре готовят кунифы. Очень сложно одновременно переворачивать и поправлять ножом. Но я думаю, что у меня получается. Друзья, харунбей из Газиантепа и орехи из... Вы знаете, что Газиантеп знаменит орехами и там выращивают фисташки и сюда в кафе фисташки поставляются прямо из Газиантепа. Возвращение кунифы на высокой температуре готовят кунифы на высокой температуре. Прадед занимался кунифы, дед занимался кунифы, отец его занимался кунифы и теперь он занимается кунифы. Поэтому, друзья, если вы хотите попробовать настоящее вкусное кунифы от профессионального повара в династийного повара, обязательно приходите сюда. Я думаю, что вам будет не только интересно попробовать кунифы, но и пообщаться с Газиантепой. Возвращение кунифы на высокой температуре. Возвращение кунифы на высокой температуре. Вы, почему вы любите кунифы на высокой температуре? Кунифы на высокой температуре, очень вкусно, вкусно и очень простой, очень хорошее, очень хорошее. Теперь мы кунифы на высокой температуре. Н draw. Теперь мы кунифы на высокой температуре. А теперь мы перевернемся кунифы. А с усилей батареете? Возвращение кунифы на высокой температуре. Вы должны делать, кунифы на высокой температуре. Как правдирайте? Собственно, как я сделаю? Таким. Тушу на высокой температуре, всё так же. Не, не, вот эту тепло. Это очень warm. Собственно, чистый, вкусно. Хорошо, затушу. переворачиваем видите с одной стороны кунифе уже поджарилась и теперь ждем еще минут пять чтобы кунифе поджарилась и с другой стороны а запах какой-то и просто потрясающе это просто, такое оно очень вкусное? да,�� الذي ты любишь? да,о всё мы будем з hmotheкнуть,х気 с чувствуешься они очень вкусно,ч Diego,цед증,секлевый,маренький,марый,пахинный А еще в этом ресторане есть особое кунифе с бананами, с аланийскими бананами, поэтому если вы хотите попробовать что-то необычное из турецкой кухни с аланийским колоритом, можете прийти и заказать себе кунифе с бананами. Муз русский, да банан? Банан. Муз. Музы? Да. 3-4 декабря. Газиантеп из чили. Оригинальный бакр. Оригинальный бакр. Оригинальный бакр. Мы делаем эти птицы. Эль из чили. Вот это подносы ручной работы. На таких подносах подают кунифе. Это ручная работа из Газиантепа. Если вы никогда не были в Газиантепе, обязательно съездите в этот город, потому что там очень много мастерских, которые готовят предметы декоративные, предметы для кухни из металла и стали. И видите, какая просто потрясающая, потрясающая ручная работа. Они все похожи, но, естественно, это ручная работа. И, кстати, это тоже очень красивые сувениры, которые вы можете привезти из Турции. И еще кладут молотые фисташки и целые фисташки. И вот таким вот образом подают вместе с кунифой. Это и в кастрюле. О, я не знаю, что это. Это и в кастрюле. Это из-за оригинального кунифой. И в кастрюле мы используем сахарный сироп. И в кастрюле мы используем сахарный сироп. А здесь есть только вода и сахар. Поливают сиропом. И теперь нужно подождать, чтобы щербет впитался в тесто. И сверху опять посыпаем фисташками. Посыпаем снова фисташками. Ну, друзья, это просто какой-то фисташковый рай. Внутри фисташки сверху на подносе. И теперь покажут, как подают кунифе. На таких красивых подносах ручной работы. Вот таким вот образом подают кунифе. Все готовы. И теперь мы покажем вам, как же будет выглядеть стол. Как накрывают стол для кунифе. Что на столе еще есть, кроме где также? Настоящий аромат, фисташки. я не пью молоко, я не люблю запах, но это молоко я попробую бананы и конечно же какая-то особая вкусняшка и сливки на оригинальной тоже вот на такой вот такой вот оригинальной тарелочки очень очень все красиво и аутентично как правильно и друзья посмотрите вот он внутри сыр который мы использовали и кунефе получается вот таким вот просто потрясающе сочным и красивым вот такая вот у нас получилось потрясающе такой вот у нас получился потрясающий стол я думаю что мы вам показали как готовят кунефе как я уже говорила в этом ресторане в ресторане этли кунефе которым руководит харун бэй из династии поваров которые готовят кунефе поэтому если вы придете в этот ресторан в описании к видео я оставлю ссылку на google карте на этот ресторан и как мы уже говорили в этом ресторане очень много видов кунефе в этом ресторане очень много видов кунефе и они еще будут делать разные тоже кунефе добавлять меню посмотрите вот здесь есть и с различными орехами по месту либо кунефе он 4 4 6 урин фар алты фарклы и шеймы и каймак пейнир севиз тюмпы стык чеки миши стык баде аха дёрт киши лик в одном кунифе 1 кунифе да алты фарклы в одном кунифе видите можно заказать одно кунифе и попробовать сразу шесть видов вот здесь есть тоже такое двойное кунифе у нас и любишь обу каймаклы тахи тахины даже есть с мороженым дон дур мало давай тот кто любит мороженое можно также заказать отдельно мороженое в общем друзья если вы хотите попробовать традиционную турецкую кухню от профессионала обязательно приходите в это кафе я думаю что вы останетесь довольны потому что кухня здесь открытая вы увидите как готовят все гигиенично красиво и вот за этим вот прекрасным столом вы ощутите себя как будто вы побывали в газиантепе но сейчас сейчас мы будем пробовать кунифе ну что будем пробовать я ела кунифе 7 лет назад в антакии сейчас попробуем и хоронбей сказал что кунифе обязательно нужно кушать горячим чтобы сыр был видите у нас он не книга немножко остыла поэтому из имбираса укола дым передан бираса оттурно нормальность запчетим из раза нужно есть обязательно горячим попробуем очень интересный вкус одновременно сладкий фисташки с сыром интересный вкус и еще здесь есть как вы видели мы поливали все это сахарным сиропом а я еще знаете как попробую долю маме сэрому ставите сейчас попробуем лузу с бананом я думаю что это будет вообще просто вкуснятина можно пить молоко или вместе с водой можно пить молоко или вместе с водой очень вкусно я думаю что наш оператор облизывается в энше дюро очень вкусно дорогие друзья вот такое замечательное путешествие мы совершили сегодня в мир турецкой кухни в кафе этли кунифе где мы приготовили с вами поэтому хоронбей приглашает вас в свой ресторан в кафе обязательно приходите и пробуйте потрясающую турецкую кухню потрясающие турецкие сладости хоронбей уже в четвертом поколении повар еще его прадед занимался этой профессией поэтому я уверена на сто процентов его кунифе вам понравится поэтому дорогие друзья обязательно приходите не забывайте участвовать в конкурсе потому что каждый из вас может выиграть кунифе для двоих человек ну а на сегодня мы прощаемся с вами и приглашаем вас снова в этот ресторан и конечно же будем снимать много новых и интересных видео КОНЕЦ ПОЖАЛОВАТЬ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ Всем всего хорошего До свидания Редактор субтитров А.Семкин